Привет и добро пожаловать на границу знаний. Как и любые другие машины, космические спутники и станции не вечны. Независимо от того, заключается их работа в сборе климатических данных, обеспечении связи или проведении научно-исследовательских операций. В конечном итоге они устаревают и ломаются точно так же, как обычные пылесосы или стиральные машины. Когда это происходит, они падают на Землю, но где находится кладбище погибших космических кораблей. Падение таких аппаратов контролируется человеком, и большинство умирающих спутников оказывается, как ни странно, в одном месте мира, которое носит таинственное название точка Немо. По словам представителей НАСА, это место массового захоронения отживших свое космических аппаратов находится ближе всего к Новой Зеландии и Аргентине, но в реальности является самой отдаленной от любого населенного пункта точкой мира. И, разумеется, точка Немо – это просто участок мирового океана, а точнее Тихого. Называемая также океаническим полюсом недоступности и необитаемым районом Тихого океана, это кладбище погибших спутников, расположено на расстоянии примерно 4000 километров от ближайшей суши. Это большие глубины, примерно 3 километра, на которых в основном обитают губки, киты, окуни и осьминоги. Наверное, эти темные морские воды окутывают упавшие в них космические корабли такой же синей пеленой, как и пространство космоса. Чтобы спутник ушел на покой там, где нужно, космические агентства должны управлять этим процессом, вовремя выводя умирающий аппарат с орбиты. Небольшие спутники, конечно, до Земли не долетают, уничтожаясь в атмосфере. Но более крупные и изначально находящиеся на низких орбитах, полностью не сгорают, и их остатки попадают в точку Немо. По официальным данным, в период между 1971 годом и серединой 2016-го глобальные космические агентства отправили в необитаемый район Тихого океана что-то около 260 космических аппаратов. В их число вошли 4 грузовых корабля ВВ, принадлежавших Японии, 5 автоматических грузовых кораблей ЕКА, 140 российских транспортных кораблей и спутников, в том числе станция МИР. В 2001 году несколько грузовых суден Европейского космического агентства и даже одна ракета SpaceX. Иногда, правда, случаются и сбои. В частности, восьмитонная китайская космическая станция Тиангонг-1, запущенная в 2011 году, в марте 2016 года вышла из-под контроля китайского агентства и сейчас потерялась где-то в глубинах космоса. Но, по словам экспертов, не стоит бояться падения такой громады посреди нашего поля или города. Большинство частей космических станций и спутников сгорают во время падения. К примеру, от огромной 143-тонной станции МИР после прохождения через все слои атмосферы осталось всего 20 тонн. Успокаивают они. И, похоже, их слова действительно являются правдой, ведь за всю космическую гонку человечества зафиксирован всего один случай, когда человек пострадал, да и то крайне незначительно, от падения части прилетевшего из космоса аппарата. Этим человеком была женщина из Оклахомы, шедшая по грунтовой дорожке посреди бескрайних кукурузных полей американского штата. На самом деле, небольшой упавший кусок спутника чуть задел ее плечо, по большей части напугав, а не навредив физически. Впрочем, точка Немо – не единственное место отдыха погибших космических кораблей. На самом деле, таких мест два, и второе находится далеко в космосе. Еще в 1993 году все космические агентства мира договорились об общих правилах утилизации мертвых аппаратов либо в водяной могиле Тихого океана, либо на так называемой кладбищенской орбите, находящейся далеко от Земли. Она находится на расстоянии примерно 36 тысяч километров над Землей и в 322 километрах от ближайших работающих спутников и станций. И этот метод утилизации отживших аппаратов предпочитают использовать гораздо чаще. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Пока!